Это котик Кузя. Козенька. Кузя. Кузя. Я опять по гостям. Ой, как я скучаю по своим котам. Кузя. Нельзя кусаться. Нельзя кусаться. Как я скучаю сильно по своим котикам. На Тимофей похож. Да? Кузенька. Котик. Друзья, я тут пока гуляю, решила вам сказать очень важные новости, которые есть у меня. Я уже озвучила в Телеграм-канале в своем, поэтому подписывайтесь на Телеграм-канал. Там новости всегда приходят быстрее. Участники моего Телеграм-канала узнают все самыми первыми. Мало того, что мы там уже все как родные. У нас очень дружеское общение. Поэтому кому не хватает общения? Может быть, какой-то теплоты души. или еще что-то. Приходите, подписывайтесь на Телеграм-канал. А, еще я создала группу ВКонтакте. Подписывайтесь на нее. Ссылки я оставлю. Там я выкладываю только свое творчество, свои картины. Всем огромное спасибо, кто посмотрел мои шорсы или видео и пишете мне какие-то хорошие слова по поводу моих картин. Я вас благодарю, что вы оценили мое творчество. Спасибо вам огромное. Спасибо также за очень много комплиментов написали по поводу моей внешности. Отдельную благодарность. Ребята, спасибо. Очень приятно. Мне как женщине это очень приятно слышать. Перейдем к новостям. Самая главная новость. Я возвращаюсь на юг. Но возвращаюсь я не в Ейск. Буду переезжать я к себе домой в Моревку. Поселок Моревка. Это, кто не знает, 24 километра от Ейска. У меня там двухкомнатная квартира улучшенной планировки. Я решила вернуться на юг и я решила вернуться домой. Там мой дом. Проживя здесь месяц, я поняла, что мне не хватает очень сильно юга. Мне не хватает очень сильно солнца. Плюс ко всему у меня опять начались проблемы с суставами. Но даже не это главное. Знаете, вот моя душа она осталась на юге. Я хожу здесь и я понимаю, несмотря на то, что я прожила здесь всю свою жизнь, здесь я как будто в гостях. А там мой дом родной. Я смотрю какие-то фотографии или ролики других блогеров про Ейск, про юг. У меня прям у меня слезы. Я очень сильно скучаю по югу. Я обязательно туда вернусь. Единственное, вернусь не сейчас, я вернусь попозже, потому что на данный момент запланировали, мы запланировали, сейчас скажу с кем, ремонт. Вот. У меня будет там ремонт. И только после того, как я сделаю какие-то малейшие какие-то коммуникации, то есть, это проводку, доведу до ума там канализацию, воду, поставлю ванну, надо поменять унитаз, ну, в общем, такие сантехнические какие-то работы. И только потом я перееду. Вообще, я хотела, когда полный, наверное, ремонт будет, мы составили план, мы с кем будет ремонт делать у меня Олег. Это канал Добрый Южанин, супруг Маши, городок у моря. Вот. Мы уже обговорили с ним все моменты, я ему скинула план действий, сегодня должна ему составить план, где будут розетки, выключатели. Вот. Он мне уже озвучил примерную сумму и с октября он начинает ремонт в моей квартире. Вот. Начинаем мы с проводки. Вот такая вот важная новость. Потом еще, значит, очень много вопросов по поводу моревки. Мне звонили из администрации ЕСК, туда ездили с очередной комиссией, там управляющая компания должна была сделать текущий ремонт. Я, конечно, возмущена, потому что я говорю, зачем текущий ремонт, там должен быть уже капитальный ремонт. Но они сказали, что перед капитальным ремонтом обязательно эта управляющая компания обязана была сделать текущий ремонт. Но итог такой, я звонила соседям, ну и плюс к всему, в общем, он съездил туда, лично убедился, что там никакого ремонта, в общем-то, не сделано. Нет, они сделали, они швы прошлись, я не знаю, чем, в общем, швы, короче, промазали. И я спрашиваю соседей, тут ливень был как-то, я говорю, как там обстановка МГТРа, ничего не изменилось, лил так, как всегда. Вот. Поэтому, в общем, текущий ремонт, как обычно, управляющая компания себя показала, к сожалению, с не очень хорошей стороны. Но с октября по ноябрь там будет капитальный ремонт крыши. Олег у меня, у него сейчас большая загруженность, вот, он будет ремонт делать начинать с октября, в октябре. Я думаю, что, я надеюсь, по крайней мере, что эти два хороших события, радостных, для меня совпадут. Вот, вот такие вот новости. Потом, еще, одна из хороших новостей, Аморевку будет проводить, хорошую ленинградскую воду. Это тоже огромный плюс, и вообще, радости для жителей поселка, для меня лично. Это улучшит качество жилья, и, поскольку будут проводить хорошую воду, соответственно, я буду там менять батареи. Вот, батареи тоже надо будет менять. Вот такие у меня, вот, хорошие новости. Так, по поводу ремонта. Я буду здесь зарабатывать, я говорила, что здесь больше возможностей, для того, чтобы заработать, начать делать ремонт. И буду переслать деньги Олегу, Олег, ну, на плату его работы, и на материалы. Олег будет покупать материалы, и делать, а мне прислать фото-видео-отчет. Вот таким образом. Он, кстати, работает там по Ейску, по станицам, именно таким образом. То есть, очень много ремонтов делать дистанционно. Люди живут где-то на северах, вот, и Олег делает у них квартиры уже купленные. И у меня будет тоже то же самое. Так, что еще? В общем, я буду работать, я буду не на одной работе, работать, чтобы делать этот ремонт. Буду копить, это будет делаться постепенно. Я просчитывала кредит. Есть такая вероятность, мне очень много подписчиков писали по поводу кредита, я отбрыкивалась. Вот. Но мы сели с родными, просчитали все. И, в принципе, это реально. Там вообще на полтора миллиона полностью ремонт выходит. Это с мебелью, там с электрикой, совсем-совсем. Вот так мы как-то прикинули. Кредит мне такой, естественно, никто не даст. И я пробовала, мне не дают его, максимум дают только 300 тысяч. Вот. И поэтому буду делать постепенно. И, скорее всего, сейчас я руку не стала держать. И, скорее всего, как только сделаем коммуникации, то есть не буду дожидаться полного ремонта квартиры, я уже перееду туда. По поводу работы, буду работать в ЕСКе. как буду добираться потом, все расскажу, ну, озвучу. Тоже есть мысли на этот счет. Вот. Вот такие новости. Но, повторюсь, по крайней мере, как я думаю, что это будет не скоро, как оно получится, не знаю. Потому что миллионов я не зарабатываю, спонсоров у меня нет, я буду рассчитывать только на себя и на свои средства. Поэтому, как получится, как бы удастся. В общем, как-то вот так. Ну, опять же, я говорю, не знаю, как получится. Может быть, все-таки кредит возьму и как-то буду выплачивать. Тут надо вот понять уже, ну, как быстро мне захочет туда уехать назад. Вот. Я подумала, опять же, с практической точки зрения, думаю, зачем я буду платить за частный. Я думаю, что мне даже этих денег будет жалко. Я там плачу мало, 6800 пока. Да, пока я там остаюсь у деда. Но потом, когда я начну ремонт, я думаю, мне, наверное, и 6800 будет жалко. Я буду думать, о боже, я бы на эти деньги сейчас вот это бы сделала, вот это бы купила, вот это. Поэтому, в общем, не знаю, посмотрим. Так что я возвращаюсь на свой любимый юг. Не сейчас, не завтра, повторюсь. Вот. я очень этому рада. Я, наверное, переборола в себе какие-то психологические барьеры или зажимы, не знаю, по поводу, что мне страшно одно, что я хотела поближе к родным, вот это все. Я провела очень большую работу над собой. Этот месяц очень много поменялось в моей голове, в моей жизни. я не боюсь оставаться одна по поводу здоровья, как я говорила, как же так, я там останусь одна в квартире на все воле Божьей. На все воле Божьей. Поэтому ничего я не боюсь. Я совсем справлюсь и все смогу. Я сильно, как там, безумству храбрых поем мы песню. это про меня. Друзья, пожелайте мне удачи, пожелайте мне, чтобы все получилось, все сбылось, потому что я очень сильно скучаю по югу, я очень сильно скучаю по своей квартире. Я понимаю, что я хочу жить именно там, именно в Моревке и именно в своей квартире и нигде больше. Я пошла дальше по делам. Еще сейчас покажу, я пишу картины, пишу картины на заказ. Еще хочу какие-то свои мысли, идеи воплотить тоже, как на продажу тоже, не на заказ, а просто написать картины, которые очень хочу перенести на холст свои мысли, свои идеи. Я показываю их и в телеграм-канале, и на ВК тоже снимаю ролики, ну и здесь тоже стала выкладывать, поэтому если кто-то хочет яркую, сочную, красивую, энергетически добрую, светлую картину у себя дома иметь, обращайтесь, с удовольствием напишу для вас ее. А что касается цен, я сегодня в телеграме вечером и в группе ВК выложу прескурант, в общем, наверное, такой вот будет небольшой прескурант, но опять же, все индивидуально, все зависит от сложности работы и от материала, на котором будет выполняться картина. Сейчас я сегодня закончу виноград, картину я за нее получила уже предоплату, и начну писать «Осенний лес». Всем привет, всем привет, всем доброе утро. Начала писать картину и поняла, что забыла вам показать ее, потому что меня многие подписчики просят показывай, ну, интересен сам процесс, я не буду вот прямо от начала до конца показывать, а покажу только какие-то моменты, наверное, вот, я, к сожалению, забыла мольберт у Ксюши, надеюсь, что, возможно, она сегодня мне принесет его, в общем, пока приходится вот таких условий писать, у меня тут творческий процесс идет, значит, первую картину я начала писать, это виноград, потому что меня подписчица просила давно вот, эту картину написать, и вот в общем-то не то психологическое состояние было, художнику нужно вдохновение, вот оно у меня, слава богу, наконец пришло, пришло успокоение, в общем, все хорошо на душе, хорошо в сердце, с настроением, и поэтому начала писать, потом следующая картина, вот эта будет, это очень красивая картина будет, она очень большая, и здесь будет, значит, будет лес осенний, и посередине такая будет развиваться река, и вот там будет туман, как бы на заднем плане, на фоне неба, вот, идею хочу картины рассказать, эта картина, значит, у меня виноград, моя подписчица любит этот фрукты, ягоду, фрукты, я не знаю, как правильно сказать, и очень скучает по винограду, по югу, приезжать на отдых, вот, я здесь уже начала прописывать, значит, идея будет такая, сейчас, я начала прописывать, потом, думаю, нам немножко накидать, здесь будет участок неба, я тут немного, ну, как бы, написала, но, в общем, буду переделывать, такое, более естественное буду вид создавать, и здесь вот такая лоза у меня, спускается, здесь вот я уже обозначила, будет ярко, ярко солнце, вот так лучи будут проходить, я думаю, этот лист вот в этом месте надо будет делать светлее, хочется мне, попробую передать лучи солнца, проходящие через листья, да, здесь получается надо светлее, а вот здесь вот как-то уже ориентировочно, вот так я хочу наметить, то есть уже будет, будут, будет спускаться гроздь винограда, вот так вот, в общем, прямо до самого конца, где-то вот так вот, вот, вот так вот, побольше, в общем, сделаю, в общем, так, вот такая идея, тут будут гроздь винограда, тут будет кусочек неба, здесь будет яркость, солнце, пробивающийся через лучи, и мне очень захотелось запечатлеть виноградные листья, вот, вот такой, вы просили, я показываю. Зашла в фикс прайс, купила стратку, мне план квартиры надо для Олега нарисовать и отметить, где будут розетки, выключатели, вот блокнотик такой купила, у меня заказы на картины пошли, и буду записывать, кто что хочет, размер, то есть на память, в общем, не могу я запомнить, вот, и буду писать, что города, откуда, потому что мне такой интересный вопрос задали, говорит, Ирина, вы знаете, из каких городов вам заказывают картины, вот, и я, ну, так ориентировочно знаю, но не все, и думаю, буду писать, в общем, теперь все будет записывать, недорогой такой, 59 рублей, знаете, что еще смотрю, эту, для кисточки никак не найду, какую-нибудь емкость, это что вот, вот, кстати, вот неплохая штука, 99 рублей всего, банка, они высокие, слушайте, правда, я ее и возьму, крышка мне не нужна, и на Валбере смотрела, там все низкое, 7 метров 9-10, они достаточно тяжелые кисти, у меня профессиональные, они выпадают оттуда, походила по магазинам, тоже ничего найти не могу, я почему здесь дощечку купила эту, она, в общем, плоская, и пластмасса очень хорошая, краски на ней хорошо смешиваются, ну, что, такую банку и возьму, хотел еще показать, вот, купила эту банку, блокнотик, тетрадку, и ведро вот такое, 5-литровое, у нас до сих пор нет горячей воды, это мучение какое-то, я уже замучилась, прям, то у сестры помоюсь, то у дочки, и вот сегодня хочу просто нагреть воды, и ополоснуться у меня не в чем, у меня кастрюль полтора литровая, и тазик небольшой, купила ведро еще, мимо детской площадки, опять надо смотреть, сколько детей, на сегодня воскресенье, и на детской площадке, там на этих, на самокатах катаются, ой, очень много, деточек гуляет, я иду уже домой, так устала, вот по гостям ходить тоже тяжело, я сегодня целый день где-то брожу, ну город знакомый, из гостей иду, ну пошла по делам, так и зашла туда же, поболтала, сюда поболтала, всех знаю, и получается у меня весь день, так, можно сказать, коту под хвост, но нет, я очень приятно пообщалась, со всеми, в общем-то, замечательный день, на самом деле, он сегодня, слава Богу, солнечный, вот такой был, тепло очень сильно, поэтому я с удовольствием гуляю, ребят, хотела, знаете, по поводу чего поговорить, мне там многие пишут, ну вот комплименты, в плане того, что он говорит, Ира, ты так снимаешь город, что Ейск снимала, что Дзержинск сейчас снимаешь, что аж хочется переехать сюда, нет, ребят, на самом деле, я понимаю, что это шутка, но переезд, это такое тяжелое дело, я вам могу сказать, это очень сильно тяжело, и, ну вот, когда я приняла решение, что я пойду потом назад на юг, ой, во-первых, это деньги, это транспортные компании, вот это все организовывать, это ужасно, это просто ужасно, и психологически тяжело, и физически тяжело, это все, вот, когда куда-то переезжаете, все хорошенько взвесьте, все за и против, и потом только дерзайте, вот такой, здесь замечательный район, вообще это говорят, военные дома, ну, как бы строят для военных, то есть, такой прямо это, он идет, ну, как закрытый получается, сколько немного, двор, ну, в плане закрытый как, то, что квадратом он идет, я здесь раньше, когда, ну, в Дзержинске, я имею в виду, жила, нравилось мне очень здесь гулять, тоже ребятишка полно, ну, сейчас, видите, там площадку построили, они все там теперь гуляют, они тут, ладно, пошла я отдыхать, потом мне надо картину пописать, где вчера ночь, я сижу здесь, ночью снимала, фон для картин, сразу для троих писала, дед спит, у меня свет горит, музыка в наушниках, и я сижу, картины пишу, да, ребят, я одна, я у себя одна, и, в общем-то, надо трудиться, надо трудиться, чтобы осуществить свою мечту, надо стараться идти к цели, поэтому, еще раз скажу, я пишу картину на заказ, подписывайтесь на телеграм-канал, в ВК, ВК, группа тоже есть, и есть у кого будет желание, я очень рада буду, если закажете мне картину, ну, все, друзья, всем хорошего настроения, и всем пока-пока.